Александр Городков, 35 лет, руководитель и дирижер Могилевского городского духового оркестра, бэнд-лидер коллектива Jazz City Band. Музыкальному делу Александр учился в колледже музыки и хореографии в Белорусской государственной академии музыки по классу труба. С 2010 года дирижер оркестра. В 2013 возглавил Могилевский городской духовой оркестр. Бывают маленькие оркестры, оркестры бывают большие, оркестры бывают большие симфонические, большие духовые, малые составы и так далее. Для того, чтобы вместе вступить, вместе взять ноту с определенным характером, в определенном темпе, нужен дирижер. Дирижер это прежде всего опытный психолог, который может найти не только баланс в музыке, но и баланс в отношениях, в построении этих профессиональных отношений с членами коллектива. Если вы будете немножко внимательны, вы обратите внимание, что дирижер Большого симфонического оркестра находится на подставке. Это облегчает, скажем так, зрительно увидеть жест дирижера музыканту. Духовые же оркестры, военные оркестры прежде всего, работают стоя, потому что это все связано с протоколом, гимн и многое другое, туши и так далее. Здесь уже немножко меняется, конечно, и позиция дирижера, руки выше поднимаются. Чем выше рука, чем выше жест, тем понятнее музыканту и легче вступить. Сложность работы с оркестром, в моем случае с духовым оркестром, это, конечно, градация в возрасте. Дело в том, что на тот момент мне было 30 лет, а в коллективе самому младшему было 14, а самому старшему, боюсь ошибиться, но уже было за 70. И, скажем так, пройти по острию лезвия и сохранить уважение и у одного, то есть и у молодых, и у пожилых людей, и людей действительно сформированных и как личности, и как музыканты. И еще при этом отстоять свое мнение и навязать его, и объяснить, почему именно так должно, в этом и есть секрет работы руководителя. Любому музыканту прежде, чем начать играть, извлечь, правильно сартикулировать первую ноту, нужно взять дыхание. Ну, а духовику сам Бог велел. Вот, поэтому ауфтакт, он немножко, ауфтакт это, если уже говорить методически, это действие до действия, то есть это действие, которое я предвосхищаю, вступление оркестра. И вот этот ауфтакт, он должен быть ярче для духовика, для того, чтобы он успел взять дыхание и вовремя вступить. В принципе, на самом деле мы говорим вообще о элементарных, очень простых вещах, но в этом и кроется вся сложность процесса. Прежде чем я стал турбачом, я сменил два инструмента. Первый инструмент на самом деле был флейта, поскольку я был еще дошкольного возраста, то есть это был блок флейт. Второй инструмент был скрипка. А почему инструменты так часто менялись? По одной простой причине, что музыкальная школа, в которую изначально ходил, была далеко от моего дома. Поэтому родители, чтобы совмещать работу и следить за развитием ребенка, конечно же, улучшили. То есть они нашли что-то поближе, чтобы было удобнее, комфортнее и мне, и им. И поэтому я перевелся с одной школы в другую. Меня взяли не на блок флейт, а взяли на скрипку. Поиграл я где-то около года на скрипке. Преподаватель мне, она, я думаю, что взрослый человек, и с улыбкой это вспомнит. И, конечно же, не обидится на меня, сказала, что, Саша, твоими руками только гвозди заколачивайся. А сложность заключалась в том, что ей было тяжело рожать мои пальцы. То есть преподавателю. Вот, Алла Кимовна Басина. Передаю ей привет большой. У Аллы Кимовны, конечно же, есть всем известный муж Михаилович Басин, которого она просто попросила прийти ко мне на урок и продемонстрировать игру на трубе. Мне это очень понравилось, и я тут же перевелся на трубу. И буквально там через 4-3-5 лет я стал уже, как бы, таким подающим надежды трубачем. У меня есть инструмент, которому больше 20 лет. Я по-прежнему на нем играю. Вот, мне его подарили родители. То есть он был приобретен за бешеные на тот момент деньги. Можно было родителям приобрести какую-нибудь комфортную иномарку. Но родители сделали вклад в будущее своего ребенка. Мне подарили японский инструмент под названием Ямаха. И счастливее мальчика на свете на тот момент не было. Ну, конечно, большое спасибо родителям. Я подхожу ко всем мероприятиям одинаково. Сколько не было бы зрителей в зале, где бы этот зал не находился, зал ли это, либо улица и так далее. Если ты выступаешь, если ты играешь, либо дирижируешь, либо твои музыканты, я стараюсь их настроить для именно такой плодотворной работы, невзирая на окружающие, и заставляю их играть прежде всего для себя. Чтобы процесс этот максимально облегчить и слушателю, и зрителю, и музыкантам, я немножко, особенно перед большими концертами, отхожу. Абсолютно отхожу в сторону, чтобы я в глазах людей не видел никакого мандража, никакого волнения. Настраиваю их прежде всего не на то, чтобы качественно преподнести тот материал, который мы подготовили, а на то, чтобы получить от этого удовольствие самим. И этой же энергией подзарядить слушателя и зрителя. При построении программы я применяю такую элементарную поблоковую систему. Потому что у нас есть, скажем так, почитатели в музыкальных кругах, есть слушатели, которым интересно прийти в первый раз. Вот, говорят, такой есть оркестр, мне интересно прийти послушать. А есть простые люди, которые уже привыкли к нам, они привыкли к звучанию оркестра, они его слышат и в сквере сорокалетия, на танцах так называемых, и не слышат его в залах. Поэтому я уже как бы... У меня есть заготовки, да, там, 4 композиции, к примеру, для музыкальной сферы. 4, там, либо 5 композиций для людей, которые пришли первый раз, их нужно чем-то привлечь и заинтересовать. И в целом вот эта вот поблоковость, она приносит очень большой плюс, потому что программа получается разноплановая и интересная. Очень трудно дать определение джаз. Но когда ты слышишь музыку, ты точно можешь сказать, джаз это или нет. Просто в джазе столько течений, столько всяких ответвлений. Фанк, джаз, свинг, бибоп. Я могу до бесконечности продолжать на самом деле. Музыкант, который может в этих направлениях разделить их, и по чуть-чуть, как бы, зная, может, зная об этих жанрах, может в этих жанрах и правильно исполнять музыку, то это уже как бы уже музыкант с большой буквы, конечно же. Ну, так как-то мы собрались на вечере встреч, а вечер встреч все время совпадал с днем рождения нашего преподавателя по специальности Михаила Щебасина. Мы решили сделать ему подарок. Как раз было, у меня было пару партитур, новыми нотками из-за границы. Вот мы это все для него исполнили. Ну, как бы и нам ему понравилось. И сюрпризы, и исполнения, ну, от этого стали, как бы, исходить. Вот, получается, можно это сделать. А вдруг это понравится не только нам, музыкантам, профессионалам, а вдруг понравится людям, ну, и так далее. Была такая вот яркая вспышка, мы появились. У нас такая интересная, нестандартная программа. Называемся «Джаз-сити-бэнд», играем в разных музыкальных жанрах, совмещаем там в попури какие-то джазовые напевы с какими-то хитовыми, модными, новыми музыкальными течениями и тенденциями. Потом у нас было, мне кажется, пару лет мы немножко так завязали в этих попуришках. Мы сейчас вот именно в углубились в первое слово нашего названия. И в этом плане мы думаем, что чтобы выйти как-то так за рамки нашей страны, нашей области, нужно просто искать корень названия коллектива. Нет, мы не стремимся кого-то удивить. Опять же таки, мы делаем это прежде всего для себя, для саморазвития. Очень много, скажем так, талантливых детей, талантливых подростков, талантливых юношей, которые по итогу не могут этот талант реализовать. А есть трудолюбивые люди, которые просто грызут гранит науки, либо музыки, либо других искусств. Я, наверное, немножко более трудолюбивый, чем более талантливый. Вот. Но тема интересна музыкант, потому что, как и, в принципе, все люди. Все люди разные. Разное мнение, разное мировоззрение, разный уровень и развитие, и в профессиональном плане. Опытный преподаватель – это преподаватель, который может совместить вот этот вот напор такой, да, напор, я имею в виду, такой строгий, напор, посыл там к занятиям, и чтобы, как бы, ребенок был все время в узде, то есть, метод такой, кнутая пряника, но все-таки и оставлять ему интерес. Но это уже, как бы, зависит от преподавателя. Тоже, как бы, занятия по-разному строятся, и не разные бывают. Да, то есть, один урок мы играем гамма-этюды, на втором уроке мы, как бы, занимаемся уже художественным, там, то есть, разучиванием пьес, пьесы тоже нужно тонко подбирать, потому что ты чувствуешь и характер, и музыкальное развитие ребенка, и ты должен ему подобрать ту пьесу, которую он сыграет, не просто сыграет, а еще, как бы, чтобы она ему по характеру подходила, чтобы это все вместе сочеталось. Недавно ездили на 65-летие Витебского ГДК, концерт проходил, большой концерт был, в концертном зале Витебск, насколько мне известно, это как минимум тысячник, то есть зал, в котором тысяча посадочных мест, и я вам скажу честно, что нам было достаточно просто выйти на сцену, а витебская публика, она уже, скажем, искушена и славянским базаром, и нашими выступлениями на славянском базаре, поэтому публика родная, так же, как и мы, родной коллектив для города Витеб, просто приятно выйти и сразу же сорвать овации, да, бывает и такое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова